Понимаете, страх сам по себе указывает на две вещи. Или вы осквернились влиянием злого духа. Вот у вас в глазах страх сейчас. Страх означает две вещи всего. Или осквернение злым духом, то есть испуг, это означает, что человек верит не в Бога, а в злого духа теперь. Ну то есть испуг может быть двумя, два варианта. Или человек испугался, потому что в него вселили веру во что-то. Можно через страх тоже поменять веру. Когда человек верит в несчастье, это значит, что в него кто-то вселил эту веру. Часто это астрологи, всякие психологи, пугают людей или врачи, вселяют веру в злые какие-то события. Это злые люди так делают. И второе, это значит, вы не справились с объемом работы. То есть судьба тоже пугает. Но это реально, реальная вещь. То есть реально она пугает собой, потому что она может быть тяжелой, и человек предчувствует судьбу. Это через сны может происходить, через видения какие-то. У вас скорее второе, чем первое. Но это просто объем работы, понимаете? Если судьба вас напугала, это не значит, что надо пугаться. Надо просто ее побеждать и все. Она не виляется. Судьба — это не злая дама, которая всегда будет мстить. Судьба — это просто то, что нас развивает. Наказание нужно для развития человека. Поэтому если вы видите, чувствуете, что вот сейчас у вас внутри такое, как камень такой, вот эта вот плита такая. Это объем работы. Вот вы, допустим, длительно двигаетесь, молитесь, совершаете вот эти аскезы, которые я рекомендую для победы над судьбой, и камень становится меньше. Вы чувствуете меньше страха. Это означает, что...